В деревню со странным названием Жидобужи уже давно вернулся жить из города Гришка Морозов. После развода с женой по причине беспробудного пьянства, он немного поскитался в городе по таким же, как и он сам, знакомым дружкам, притонам и разбитным бабёнкам, но нигде надолго не задерживался. Вскоре он понял, что никому не нужен, и вспомнил, что в деревне стоит, простаивает родительский дом с заколоченными наспех окнами. Какое-никакое, а всё же своё жильё, да и люди все свои, знакомые односельчане. Матушка померла несколько лет назад, но он в пьяном угаре как-то это событие почти не заметил и не прочувствовал. Поселился он в ветхой избушке, упирающейся в сосновый лес. Никто не помнил, сколько Гришке было лет, да похоже, что он и сам позабыл сколько. Стал он выглядеть почти как леший, редко брился, носил весь холодный сезон старомодную ватную фуфайку, цвета детской неожиданности и неизвестно, как дожившую до современных времён. Поначалу Гришка пропил из дома всё, что мать наживала всю жизнь, всё, что можно было продать хоть за какие-то деньги. Изба его не запиралась, так как там нечего было брать. Свет за неуплату был отключен несколько лет назад, а печь Гриша топил хворостом, который натаскивал за лето из леса. Он давно уже нигде не работал, в деревне стал перебиваться шабашками у местных жителей и дачников. Зимой чистил снег, весной копал огороды, осенью помогал соседям выкапывать картошку, за что те и рассчитывались той же картошкой, морковью, луком. После работы Гришка переминался с ноги на ногу, когда хозяйки накладывали ему в пакет овощей. Соседи, зная слабость Гришки к алкоголю, непременно пихали в его карман мятую купюру. Довольный он сразу же садился на старенький велосипед и ехал в соседнюю деревню отовариваться, а еще брал в магазине хлеб и варил на закуску свежую картошку. Летом Гришка каждый день ходил в лес, который в прямом смысле его кормил. Каждый раз он нес из леса полную корзину грибов или ягод. Ел и сам и выполнял заказы жителей, а особенно дачников, которые сами ленились в жару кормить в лесу комаров. Любителям бани Гришка нарезал в июне березовых веников, а тем, кто держал коз, приносил самые разнообразные веники на корм животным – рябиновые, эвовые и дубовые. Так он и зарабатывал себе на пропитание. И если кто видел его довольное лицо, когда он шел из леса, то ни за что бы не подумал, что этот человек несчастен. Гриша хорошо знал этот лес с самого детства, знал все грибные и ягодные места, и в корзине его всегда красовались отличные белые и подберезовики. В лесу недалеко от Гришкиного дома было озерко, и в то время, когда не было грибов и ягод, он шел на рыбалку. Мелочь, но рыбка была все же добавкой к его скудному рациону. Соседки-вдовы давно уже приодели его в одежду, оставшуюся от их мужей, так что у него было что надеть. Но в лес он всегда шел в своей традиционной фуфайке, замасленной местами протертой до дыр. Лишь в дожди накрывался сверху брезентовым плащом. «Эх, Гриша, кабы ты не выпивал, то цены бы тебе не было, сокрушались соседи, может, какая вдовушка и замуж бы за тебя пошла?» «Так я же выпимши не буйный, никого не трогаю сам по себе», всегда одно и то же, отвечал Гриша и виновато улыбался, словно оправдываясь. Но как бы не пьян был он с вечера, утром рано по привычке просыпался и шел в лес, всегда и в любую погоду, уж если только сильная ненастья не пускала его на работу. Этот год выдался богатым на ягоды и попросила Гришку-москвичка Наталья набрать ей ведерко черники, буду, мол, пироги с черникой печь зимой. Дошел он наконец-то до заветной полянки, местные сюда не ходили, далеко да и боязно. Вот она, ягода, аж в глазах запестрила. «Ну все», – подумал Гришка, «будет сегодня и выпивка, и закуска». Только присел он на корточке и протянул руку к первой горсти темных упругих ягод, как вдруг послышался слабый и непонятный виск и возня, и впереди в кустарнике затрещали ветви. Не как медведь, сердце ушло в пятки, вся жизнь промелькнула перед его глазами. Он стал суматошно вспоминать, что же говорил отец, как учил, что делать, если в лесу на медведя напоришься, да ничего не смог вспомнить с перепугу. В кустах все стихло. «Ух, кажется, пронесло», – подумал Гришка и снова протянул руку за ягодами. В кустах опять что-то зашевелилось. Вроде на медведя не похоже, калибр маловат. Косолапый уже бы тут такого треску наделал. Он раздвинул кусты и обнаружил там маленького медвежонка. С животным явно что-то случилось, иначе он бы уже давно убежал при виде человека. «И где же его мать?» Эта мысль сильно пугала Гришку, но в то же время он с детства любил животных и всегда помогал им в беде. У медвежонка была повреждена лапа, поэтому он не мог двигаться, а только жалоб назвал на помощь. Гришка ощупал перешибленную лапу и покачал головой. «Что же делать?» – подумал он. Оставить его здесь, а если с матерью что-то случилось, раненый малыш не сможет выжить в лесу. Оставалось одно – забрать его с собой в деревню и вылечить. Только надо это как-то по-тихому сделать, чтобы соседей не пугать. Хорошо, что он живет на отшибе, и к нему мало кто в гости заглядывает. Пришел он домой уже на закате. Ноша оказалась тяжелой и периодически сопротивлялась, но обессилевшая от боли и страха не очень активна. От бабки-знахарки Гришка знал немножко, как лечить раны мазями и травами. Его примочки и травяные отвары помогли справиться и с этой напастью. Медвежонок скоро пошел на поправку и, как всякий ребенок, стал баловаться и озорничать. Живая душа рядом, радовался Гришка, и ему было уже не так одиноко в своей старенькой избе. С одним только не мог он сладить. Медвежонок не переносил запах спиртного и всячески пытался уничтожить эту вонючую жидкость. Но если Гришке все-таки удавалось выпить где-то вне дома, то медведь просто не пускал его домой, и мужику приходилось спать в сарае на сене. Гришке это совсем не нравилось, но он уже не понимал, кто из них в доме хозяин, он или медведь, но поделать с этим ничего не мог. Вернее, оставалось только одно – бросить пить. Протрезвев, он оглянулся вокруг и, наконец-то, увидел свою никчемную жизнь и серую действительность незатуманенным взглядом. Руки сами потянулись к топору и гвоздям. Сперва он поправил забор, потом отремонтировал крыльцо. В доме кое-какой порядок навел и уже несколько недель не притрагивался к спиртному. И жизнь показалась ему весьма интересной и без допинга. В середине осени подросший медвежонок ушел в лес. Видимо, пришла пора залечь в спячку, но рука Гришки так и не потянулась к стакану. А через год он и вовсе обзавелся семьей, женившись на одной симпатичной вдовушке из их деревни. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!